Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Разворот». И сегодня это особый выпуск. Я всегда напоминаю, что в середине недели это культурная среда. Мы встречаемся с музыкантами, мы обсуждаем предстоящие концерты классической музыки. Мы, ну вот это ведущая Олег Пека и Елена Привалова-Эпштейн, которых сегодня, к сожалению, нет в студии. Она сейчас в Москве и занята на фестивале органной музыки в Кусково. Но, тем не менее, гости у нас есть в студии. Это наш латвийский скрипач, скрипачка Илзе Кирсанова. Здравствуйте, добрый день. И нам помогает звукорежиссер Родион Золотарев. И в ближайшие, ну вот 40 минут, где-то чуть меньше, мы поговорим о классической музыке. Почему 40? Потому что где-то вот без 20 наши гости должны будут отправиться как раз на концерт, на выступление. И часто ли бывает вообще, что в жизни музыкантов, ну вот такая жизнь на колесах, когда нужно все время быть в пути, в дороге? Ну, я думаю, это зависит от желания музыканта. В моем случае я очень рада, да, у меня очень интенсивная сейчас такая, скажем, творческая жизнь концертная. Ну, я как бы сама, сама этого хочу. И я, это моя любимая работа, я обожаю быть на сцене, играть. И я считаю, что это все-таки такой монолог артиста, когда он может говорить с аудиторией. И если есть такая эмоциональная связь между аудиторией и музыкантом, это абсолютный кайф, должно сказать. Но, в принципе, ведь музыканты ведут часто такой кочевой образ жизни. Иногда вот я знаю, что приезжает к нам выступать, какой-нибудь симфонический оркестр. И, ну, если задержаться, можно видеть, как потом со служебного хода они садятся в автобус, музыканты. И, в принципе, вот следующий концерт уже в другом городе. И, может быть, им придется даже ночь провести в дороге, в этом автобусе. И вот, ну, такая вот... Ну, да, это, может, такая не очень приятная часть или свойство, которое у нас есть. Мы свойственно переключаться очень быстро. Но я должна сказать насчет концертов. Самая, конечно, интенсивная часть, которая просит и много физического времени, и очень много работы и с эмоциями, и с мозгами. И просто с техникой. Это, конечно, подготовительный процесс до концерта. И поэтому, может, да, ты выкладываешься полностью весь на концерте. Это уже все-таки такой заключительный момент. Да, и потом переключаешься на следующее. Ну, это просто необходимо. Может быть, публика часто не может оценить всего того, что происходит за кулисами. Я имею в виду... Конечно. Для зрителей, может быть, кажется, что... Да, боже мой, прекрасная работа. Вышел где-то, значит, полтора часа или час. Да, но они не знают того, через что мы проходим, пока мы подготавливаем, вот как я говорила, этот последний продукт, уже последний этап. Это концерт. И, конечно, это фантастическое чувство, когда вот этот заключительный этап, притом он тоже, это тоже очень растяжимое такое мнение, что вот не мнение, а так, извините за мой русский, понятие. Потому что иногда мы ведь повторяем ту же самую программу, стараемся ее отыгрывать в нескольких концертах, и это все-таки не только для нас индивидуальный какой-то рост, но и это, ну, просто, вот, например, для меня это просто удовольствие иногда повторять, играть то же самое. Поэтому вот этот заключительный этап, он потом опять же продолжается. Но вот то, что я говорила, да, вот это переключение, это, ну, да. Но с другой стороны, ведь я понимаю, что вы, когда играете одно и то же произведение, но его до вас играло огромное количество людей, и вот что можно внести, внести нового? Ну, то есть, вот что важнее, как-то по-новому прочитать, или, ну, публика ведь, может быть, ждет, наоборот, классического прочтения? Ну, то есть, вот этот момент. Да, я понимаю. Вы знаете, я лично думаю, что это просто зависит от художника, от артиста, от музыканта. Это то, что… Я считаю, что главное все-таки показать то, через какие мысли, через какие эмоции ты проходишь, вот играя в какое-то конкретное произведение. И, по-моему, это высший пилотаж, когда артист может сказать это по-своему, а не повторяя или копируя, что, кстати, очень многие делают. И это… Ну, сейчас же вообще это так элементарно. Есть все записи, есть все видео, ты можешь прямо скопировать каждую ноту. Но это… Я не считаю такого человека художником. Но есть вот… Вот позволяет ли, оставляет ли простор для творчества, партитура музыкального произведения? Я имею в виду… Ну, вот просто приведу пример. Есть очень хороший скетч, по-моему, британских актеров, которые читают монолог «Гамлет» на начало «to be or not to be», и каждый по-своему, каждый, значит, выходит и говорит, нет, ты неправильно прочитал, здесь нужно сделать логическое ударение «to be or not to be». Нет-нет-нет, не «or or not to be or not to be». Вот у каждого есть своя трактовка. Ну, это тоже… Про что я говорю, да, у каждого музыканта, художника должна быть своя именно трактовка. И в музыке это… Возможно, да? Такие возможности трактировать – это именно то, что мне больше всего в музыке нравится, что есть возможность… Нет, ну, есть, конечно, какие-то такие, скажем, стандарты, которые относятся к каким-то конкретным… Вот это то, что мы называем стилизацией, и то, что относится именно по части стиля. Нельзя, не знаю, там играть… Хотя тоже, что значит нельзя? Это… Ну, есть какие-то такие, наверное, стандарты, которые мы сохраняем, но… Ну, вот, скажем, Ванесса Мэй, которая выберет классическое произведение и практически делает, ну, такой кроссовер с ритмом… Да, да. Вот это… И это у нее отлично получается. Это… Мне очень нравится это слушать. Это… Ну, может быть, это мы не можем назвать уже больше академической музыкой, но… Ну, это ее стиль, и он в своем роде уникальный. Никто… Ну, многие стараются. Она ведь, в принципе, можно сказать, в какой-то мере, по-латыжски я бы сказала, паматлый цейс. Это основатель как бы такого, ну, скажем, стиля, да. Многие этим занимаются, но у нее есть именно… Вот ее сразу можно узнать по звуку, что это Ванесса Мэй. У нее есть свой… Ну, то есть, вы относитесь к этому положительно? То есть, вам не кажется, что таким образом, может быть, происходит такое, ну, опошление классической музыки, то, что ее делают таким, ну, эстрадным шлягером? Ну, это в зависимости от того, как это делается, конечно. Если это на высоком уровне, талантливо, и используется в своей какой-то конкретной сфере, почему бы нет? Ведь все же, что мы делаем, и сочиняем музыку, и исполняем музыку, это же для любого человека, и вкусы у людей очень разные, кому-то нравится что-то одно, кому-то другое. Но, как вот вы сказали, ну, нет. Я думаю, что нет. Если только это с хорошим вкусом. Ну, да. Вот вы говорили о том, что приходится очень много репетировать, и музыканты очень… ну, мы видим только часть айсберга, вот подводную часть не видим. Такой, может быть, бытовой вопрос. Где удается репетировать? Если дома, то, например, ну, ведь это же соседи, которые, например… А скрипка, она такой пронзительный инструмент, который… Вы знаете, вы знаете, извините, что я вас перебила, но я должна сказать, что я никогда не сталкивалась с моментом, когда мне человек говорил, извини, перестань, не играй. Обычно всем очень нравится. Ну, конечно, это в зависимости, если ты начнешь там заниматься какими-то некрасивыми звуками, тогда нет. Нет, а, в принципе, скрипка же – это всё-таки мелодичный инструмент, и пока всем нравится. Но да, вы знаете, каждый выбирает место, где заниматься у каждого своё. Я, например, еду заниматься в своём концертном зале, потому что дома заниматься – это только в экстренных случаях. Это всё-таки такой, ну, очень тяжёлый процесс. А дома, знаете, очень легко лентяничать, да, и себя заставить что-то делать. Всегда получается меньше, чем в концертном зале. Ты всё-таки в таком помещении, четыре стены, и, ну, только, может быть, за кофе выйти. Но не всем ведь удаётся стать солистами. Вот насколько мечта каждого солдата, вот у него маршальский жезл, вот насколько у каждого скрипача есть мечта стать солистом? Ну, опять же, я могу говорить только про себя. У меня такая мысль и мечта… Ну, я это никогда так вообще не думала об этом как о мечте. Это, скорее, такая моя цель. Это я уже давно почувствовала это чувство, когда ты на сцене, и именно как солист – это очень, ну, такое особое чувство, потому что всё-таки в будни я очень много играю в оркестре, и это ансамбль, который состоит из 90 человек, и мы все должны играть вместе, и всё-таки для этого нам нужен дирижёр, который нас объединяет. И, ну, я должна сказать, что это не всегда так, как хотел бы это выразить ты. Не всегда это чувство совпадает. Поэтому для меня камерная музыка – вот это идеальный вариант, как выразить свои мысли. Именно вот камерный ансамбль, который я выбираю, это дуэт, скрипка пианино или скрипка органа. Это вот для меня очень такое близкое. И вот как раз мы подошли, подошли вот к теме нашей передачи. Какие у вас ближайшие выступления? Вот сегодня, сегодня одно выступление или два? Вы знаете, сегодня два. Два, как раз. Да, такой сегодня тяжёлый день. Сегодня вот в час, поэтому я вот убегаю от вас, в час я буду играть с органистом Яны Скарпович. Концерт примерно 35 минут, который мы выбираем аудиторию для туристов. Мы сами организуем эти концерты. Мы играем их два раза в неделю. И наша аудитория вот именно туристы. Это собор скорбящей богоматери. Да, 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 да. Вот в 7 часов вечера у нас с органисткой Кристой Надыма, это мы играем Риг с дома. В Домском соборе, да? В Домском соборе, да. Вот концерт. Там я смотрю и Аган Себастьян Бах, и Йозеф Райбергер. Да, вы знаете, у нас центральная тема, у нас название проекта «Вблизи с Бахом» или «Вблизи Баха». У нас центральная тема – это музыка Баха. И там несколькие композиторы, которые использовали какие-то темы, цитаты из музыки Баха и писали свои композиции. Программа очень интересная. То есть это продолжение, ну она с продолжением, да? То есть это или это программа одного концерта, или это цикл концертов? Да, вы знаете, в этом случае это цикл концертов. У нас 4 концерта, это уже третий концерт. Еще мы будем играть в церкви в Кандове. Но это будет в октябре, и вот это вот наш третий концерт, и нам очень нравится эта программа, и она очень интересная. Там много разных эмоций, разных стилей, и я думаю, что она должна быть интересна не только нам, но и слушателям. Ну все три концерта, которые мы уже сыграли, два концерта, которые мы сыграли, мы потом слышали очень много комплиментов, и именно вот как ансамбль, и как мы сделали программу. Так что я приглашаю всех, я думаю, вам понравится. Притом интересно будет то, что многие произведения мы играем полностью соло. Будет играть, буду исполнять я два произведения, написанные именно для скрипки соло, и я буду играть внизу. Это такой, немножко другой формат ансамбля, потому что обычно все музыканты находятся наверху, и их не видно. Ну, органистка, конечно, будет играть отдельно свои произведения, но мы начнем и закончим концерт вместе. И будут такие очень интересные, я думаю, открытия для слушателей. А вот работа именно как уже не музыканта, а как организатора своих собственных концертов, насколько она сложна, вот насколько здесь ведь получается, что вы сами вольны выбирать какие-то произведения. Вот что определяет выбор? Это желание, ну, как бы сделать более популярное исполнение, ну, чтобы привлечь людей? Ну, вы знаете, это очень по-разному. Вот, например, еще третий, нет, уже четвертый вообще-то концерт на этой неделе будет в субботу, там мы будем играть в старой Гертруде. Да. И это будет концерт под названием «Вечер шедевров». Тоже скрипка и орган, примерно часовой концерт. Ну, там действительно мы набрали шедевры просто потому, что это обалденно красивая музыка, нам давно уже ее хотелось играть. И, знаете, там не было… В конце концов, кстати, получилось, мы вчера это вообще поняли, что у нас вся программа в миноре, все произведения в минорах. И это как-то получилось само по себе, но, вы знаете, этот минор, он такой разный, у каждого композитора свой, у каждого свои эмоции, своя тема, свой стиль. И мы эту программу вообще называем такой конфеткой. И нам самим очень ее нравится играть, и поэтому в этом случае не было никакой мысли вот именно что-то конкретно популяризировать. Мы просто набрали вот такой комплект классной музыки. Однако же вот та программа, в которой мы играем с Кристиной, ну, там у нас тема «Бах». И мы… вот вообще сама идея этой программы, она как бы соединилась… Вы знаете, у нас вначале вообще была мысль сделать название «Бах обсессион», как навязчивая идея типа «Баха». Потому что одно из произведений, которое я буду исполнять, оно как раз и называется «Навязчивая идея». И это произведения для скрипки соло, и там тема «Баха», и очень интересно это все интерпретируется. И да, вот от этого пошла мысль, и потом она нарастала другими произведениями. Конечно, долгий процесс, ты ищешь, ты слушаешь, ты как-то это все соединяешь, но это каждый раз по-разному. А в церкви Святой Гертруды это дневной или вечерний концерт? Вечерний концерт, в 6 часов, и вход бесплатный. Бесплатный вход даже. Да, да. Мы собираем пожертвования для инструмента, который в Старой Гертруде в очень хорошем состоянии, но там все-таки все время нужны какие-то детали, орган. Это, по-моему, самый дорогой инструмент из всех, которые есть в той же церкви Богоматери. Там инструмент обалденный, но он в ужасном состоянии. И мой коллега, он действительно пытается писать проекты и получить какие-то... Чтобы его отреставрировать. Да, и это очень большие деньги, и, к сожалению, их очень трудно достать. Но орган действительно такой вот инструмент, который домой с собой не унесешь, и органистам приходится, наоборот, приходить для того, чтобы порепетировать. Они живут в церкви. Да, буквально им приходится жить. А вот если говорить про скрипки, вот насколько миф о том, что скрипки Страдивари самые лучшие, потому что периодически появляются данные исследования, когда специалистам даже дают прослушать игру на, условно говоря, 10 инструментах, и они не могут определить, где современная скрипка, а где скрипка Страдивари, или ошибаются. Вы знаете, я думаю, что это всё-таки связано, конечно, в очень большой мере с звучанием инструмента, в очень большой мере, но инструменты, они ведь тоже звучат по-разному в руках каждого исполнителя. Это абсолютно нормально. Есть какая-то тенденция звучания именно конкретно, но инструмент это очень, ну, в руках музыканта, это всё-таки очень индивидуальная вещь, и, ну, я могу согласиться, что так по звуку, может, нельзя определить. Я всё-таки знаю это больше как человек, который играет на инструменте, и разница между инструментом очень плохим и очень хорошим, она огромная. И если говорить просто, то разница главная в том, что на хорошем инструменте легко играть, он тебе помогает играть, а на плохом инструменте ты просто вынужден сидеть иногда часами, чтобы выловить из этого инструмента то, что ты слышишь. И это, ну, просто физически просит очень много времени, поэтому, ну, звучание... Хорошие инструменты дорого стоят? Дорого. То есть это тоже та вот расходная часть? Да, да. Ну, это так же, как машины, хорошие машины, да, стоят дорого. И там, ну, цены, начиная от тысяч до очень много тысяч. Да, да. Но очень важный момент. Но вот чем старше инструмент, тем больше его ценность, или всё-таки новые инструменты тоже могут быть дорогими, но качественно сделаны? Ну, я не слышала, чтобы новые инструменты передавали за такие деньги, как старые, но они могут быть тоже очень хорошие. Сейчас это очень популярно, очень многие играют на новых инструментах. Есть очень талантливые мастера, которые делают, но всё равно это нельзя сравнить всё-таки с инструментом, у которого такая история. И уже одно то, что несколько столетий инструмент сохранился полностью, полностью без каких-то погрешностей. Это уже, ну, я имею в виду целый инструмент. Это, ну, это же уже всё-таки очень такой респектабельный момент. А меняются вообще скрипки с годами? То есть, вот, меняются ли, ну, какие-то... Звучание? Я имею в виду не только звучание, но и что-то в конструкции. То есть, то, что привносится, может быть, но сейчас скрипки, они по-другому делаются? Ну, может, только электрические, может, только те скрипки. Но, нет, инструменты, они, ну, так же, как гитара и как все остальные, это остаётся всё-таки, наверное, в классических формах. Я всё-таки, вот, хотел, может быть, вернуться чуть-чуть назад и поговорить о том проекте, когда вот вы выступали в Сирии. Вот насколько, что это был за проект, почему вот именно вы согласились, ну, отправиться практически в зону боевых действий? Там я видел фотографии, действительно, они, ну, очень впечатляют разрушенные практически здания, вот, где вы играли. Знаете, этот проект, это проект культурной дипломатии, который называется, я постараюсь сейчас перевести на русский, когда музыка встречается с историческими... Да, вот, слово у меня пропало. Ну, ничего, я понимаю, что ценность именно... Ну, скажем так, с историей, с культурной историей, да, Сирии. Туда мы ехали подготавливать именно, ну, это мультимедийный проект, там участвовало и видео, которое мы ездили туда снимать. Я играла в нескольких местах, мы были в семи или восьми местах в Сирии, в разных, абсолютно в разных местах мы были и в замках средневековых, которые отчасти разрушены, отчасти что-то сохранилось. И вот наша цель, потом уже в конечном продукте, который, кстати, состоялся в апреле этого года в Брюсселе, в концертном зале «Базар», вот мы презентовали свою уже конечную, конечный продукт этого проекта. Ну, в Сирии, да, я тоже играла концерты, там мы играли концерт, который организовал ЮНЕСКО для детей, которые пережили вот эту войну, и у нас был еще отдельный концерт в армянском обществе. Ну, в принципе, как бы мы ездили туда, наша цель была снять видеоматериал, где звук, в принципе, не важен, но для меня в реальности это все были концерты, потому что всюду люди знали, что мы едем, и нас там ждали, и в конце концов всегда получалась маленькая такая аудитория людей, для которых кто-то снимал видео, а кто-то играл концерты. Ну, вообще, я просто закончу насчет, вот почему я согласилась. Ну, вы знаете, вот сейчас я уже очень хорошо понимаю, почему. Ну, вначале это, может, было так не совсем понятно, но сама идея, мне казалось, да, это что-то очень суперинтересное. Я полностью доверяю тем людям, с которыми мы делали этот проект, поэтому никаких страхов у меня не было, поэтому, да, я очень рада, что это в очень большой мере была все-таки для меня возможность и играть в соло-концерты. Ну, это вот практически было, я понимаю, в каких-то исторических местах, где... В местах, которые охраняются ЮНЕСКО, и вот в тех местах мы были, но мы стараемся эту тему как-то актуализировать, стараться, чтобы люди вообще знали, какое достояние культуры, истории там есть, и которая разрушается. Мы стараемся быть абсолютно антиполитическими, но вот это просто было действительно очень больно смотреть на то, что разрушается такое... Если вот говорить об аудитории, насколько люди... Ну, мы привыкли к тому, что музыка, которую исполняют, ну, исполняемая на скрипке, это все-таки скорее европейская, вот классическая музыка, которая создавалась в Европе, Восток ассоциируется больше с какими-то более редкими, экзотическими для нас, вот, может быть, инструментами. Вот насколько люди с Востока, они воспринимали эту западную музыку и были готовы ее принять? Ну, знаете, по-моему, музыка – это вообще очень универсальный язык, и, ну, когда мы играли концерт в Алеппо именно для вот сирийских деток, ну, они на меня смотрели как на фею. Да, это был такой очень сериальный, я бы сказала, момент, но очень приятный и очень радостный, потом все хотели со мной фотографироваться, это было так необычно, и они пытались выразить свою радость и свое обожание, вот именно они знали на английском, там, может быть, пару слов «I love you», это то, что эти девочки мне там, они обнимались, это для них, я чувствовала, что для них это было событие, и, ну, ладно, это дети. Нет, я, 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 у меня не было такого чувства, что они это воспринимают как-то странно, все-таки, да, музыка – это универсальный язык, но мне было очень интересно вот именно познакомиться с ихней музыкой, ихними инструментами, потому что мы сотрудничали с музыкантами там, мы играли вместе. Вместе даже, да? Да, мы играли вместе, у нас был ансамбль с таким инструментом, который называется «Уд», да, и с инструментом ударным, который называется «Тар», да, и мы играли сирийскую музыку, это было очень интересно. А в сирийской музыке вот каким образом скрипка могла принимать участие? Вы знаете, ну, конечно, конечно, чтобы по-настоящему играть сирийскую музыку, ты должен уметь играть на арабской скрипке, это нормально, это абсолютно другая школа игры, абсолютно другой стиль, другое звучание, другой настрой инструмента, но это все можно выучить, это сейчас преподают в академиях, это все возможно выучить, если есть желание. Но в нашем именно конкретном ансамбле с сирийскими музыкантами это было, ну, более такой интернациональный вариант. Но сейчас вообще, я смотрю, очень много музыкантов из Азии, из Востока, они становятся звездами классических. И вот извините, я вас перебью, вот просто я дополню, вот то, что мы вы спрашивали про вот все-таки разницу, да, между музыкой и стилем, вот мы как раз играли сирийскую народную песню. И когда люди ее слушали, там же были и латыши, наша все-таки экспедиция состояла из нескольких людей, и вы знаете, вот в тот момент, когда ты играешь музыку, это не важно, какой национальный систем музыки, если она говорит, если музыкант говорит честно и выражает свои эмоции, то это всегда, всегда, всегда есть ответ. Да, и там он был, и вот это доказательство того, что это неважно, с какой стороны ты играешь. Но вот я хочу отметить, что много очень музыкантов восточного, азиатского происхождения, они становятся как раз-таки сейчас очень популярными, исполняя классическую европейскую музыку, академическую. То есть они и так приходят. Ну да, наверное, есть такая тенденция, я не знаю. Да, они приходят. Но этот вот опыт, я понимаю, что вы использовали потом эти материалы даже для концертов в Лондоне, в Париже, то есть это мультимедийный. Это такой мультимедийный проект, где, ну, я попытаюсь рассказать, это видеоинсталляция, и я делаю, как бы, ну, я исполняю саундтрак, можно так сказать, для вот именно этого фильма, который мы сняли в Сирии. И я пыталась подыскать произведения, которые вот хорошо подойдут к этой теме, но вот первый концерт мы сыграли в Брюсселе у нас. Это такой проект, который, я думаю, будет идти очень долго, потому что это, ну, все дорогое, и непросто, мы все живем в разных странах. Ну, и, к сожалению, тема актуальная остается до сих пор, то есть война продолжается. Ну, мне бы хотелось, да, чтобы она была актуальная, да, чтобы люди все-таки как-то смотрели на это, может, более, не только сочувствием, но и с каким-то желанием помочь. Я думаю, многих это вообще информирует про то, что для меня много в Сирии было открытием, помимо Пальмиры, и, оказывается, там еще очень много что есть. То есть, что я думаю, что многие люди не знают, а сейчас молодое поколение вообще, я думаю, не знают, что это такое. О культурных ценностях, которые там находятся. Ну, вот хотя бы такого региона, как Сирия, да. Это же исторически была такой очень туристической страной до того, что там случилось в течение восьми лет. Я слежу просто за временем, к сожалению, да, вот мы должны будем завершить, но огромное вам спасибо, что вы нашли возможность прийти сегодня к нам в студию. Спасибо вам, что пригласили, мне было очень приятно, интересно с вами подчаться. И обязательно будем ждать вас еще в этой студии, чтобы продолжить беседу. Илза Кирсанова, скрипач наш латвийский, сегодня была в программе «Культурная среда». Спасибо вам и до свидания. До свидания.